В обязательном порядке будут зачисляться национальные платежные средства, то есть карту МИР. Первое – это денежные выплаты, относящиеся к денежному содержанию, вознаграждению, довольствуя государственных служащих. Второе – это оплата труда работников государственных муниципальных органов власти, учреждений, государственных и бюджетных фондов. Три – это государственные стипендии, четыре – это пенсии и иные социальные выплаты и пять – это ежемесячное денежное поощрение судей. Для того, чтобы указанный переход на такое платежное средство не был лавинообразным и не был скачкообразным, в рамках федерального закона установлены три этапа перехода на указанную карту. Первая дата, такая первая отсечка – это 1 июля 2017 года. Что должно произойти с 1 июля 2017 года? Все впервые обратившиеся работники органов государственной власти и бюджетных учреждений, как на уровне региона, так и на уровне муниципальных образований, уже будут получать карту МИР. Хотел бы объяснить, что такое карта МИР. В принципе, значит, по факту это просто платформа, это платежная система, по сути, вот когда у нас есть платежная, как мы знаем, общераспространенная система ВИЗа, Мастеркард, Маэстро, это международная платежная система. Теперь в России появляется своя платежная система, называется МИР. То есть, по сути, значит, если, вот привести пример, работник бюджетного учреждения, у бюджетного учреждения заключен договор с каким-либо банком. В рамках этого договора, как правило, выпускается так называемый, и ведется зарплатный проект, и выпускается платежное средство, то есть карта, которая привязана к его счету, зарплатному счету. Вот, теперь, значит, если, значит, сотрудник или там новое физическое лицо устраивается после 1 июля 2017 года в работе в учреждении или в орган власти, как в регионе, так и на муниципалитете, то ему будут имитированы, предоставлены уже карты МИР. То есть, например, конкретный банк, только логотип будет на карте стоять МИР. Что это значит? Это значит, что он будет уже, эта карта будет работать по правилам именно национальной платежной системы, но не по правилам визы, мастер-карт. Что касается тарифной политики.